Да. Игорь Венедиктович. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Это вас беспокоит Москва, спецкоммутатор. Вас просит Владимир Владимирович. Спасибо. Я правильно попала? Да, все правильно. Хорошо, одну секундочку, я вас соединяю. Секунду. Да, хорошо. Алло. Алло. Игорь Венедиктович, добрый день. Это Мамахин лейтенант, секретарь Владимирович. Сейчас, одну секунду, буду соединять. Да, пожалуйста, хорошо. Алло. Да, добрый вечер. Игорь Венедиктович, добрый день. Да. Добрый день, говоришь. Здравствуйте. Да, здравствуйте, господин президент. Как дела у вас? Да, спасибо, Владимир Владимирович. Потихоньку. Потихонечку. Как вы оцениваете вот такую военную составляющую? Военная составляющая, мне кажется, у нас на достаточно хорошей высоте. Здесь сказать, что мы какие-то слабые. Обострения никакого нет, не чувствуете? Обострения периодически есть, но это именно периодически вызвано то сменой дислокации различных воинских частей, то пересменкой. Но таких особо жестоких пока, слава богу, не было. А социально-экономическая ситуация? Социально-экономическая ситуация, мы как бы ее достаточно нормально сдерживаем, нивелируем различными способами. Но уровень жизни, конечно же, желает быть лучшим. И у нас как бы есть и вопросы, и предложения, как его повысить. Но не всегда нам удается решить эти вопросы. Я уже и Александр Владимирович сказал, может быть, мы тогда попрошу коллег, которые стараются вам помочь по различным направлениям, чтобы они мне дополнительно доложили, что там происходит. А может, потом увидимся, поговорим. Хорошо? Спасибо, Владимир Владимирович. Но если есть такая возможность, может быть, как-то организация личной встречи для обсуждения этих ряда вопросов. Я про это и сказал. Потом увидимся и поговорим с вами. Спасибо большое, Владимир Владимирович. Игорь Михайлович, я по поводу, вы слышали там, инициативы Медведевича? Да, конечно. Обмена? Да, конечно, Владимир Владимирович. Как вы к этому относитесь? Ну, очень даже положительно, потому что в течение года Украина блокировала и не давала возможности нормального обмена. Наши жители, а их подавляющее большинство, у них у нас там один в десяти примерно, они, конечно же, страдают там за стенках и страдают. Это не просто оборот речи, они реально, мы знаем, как они там содержатся, в отличие от того, как их люди находятся на нашей территории. Поэтому эта инициатива для нас, честно говоря, как глоток свежего воздуха. Это забрать наших людей из той территории. Игорь Владимирович, я так понимаю, что нужно там дополнительные детали проработать. Я своих коллекторов попрошу, чтобы они вас поддержали, помогли, мне нужно, и что нужно. Спасибо, есть. Спасибо. Спасибо вам большое. Всего доброго. Спасибо, до свидания. До свидания. Удачи. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.